В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главные темы сегодня. Спасите от собственного сына. Рязанец хотел похоронить друга прямо на балконе. Почем опиум для народа? Откровение наркоманов о трудной жизни. За миг до смерти еще один молодой человек погиб из-за желания сделать эффектное фото. Что обычно хранится на балконе? Пустые банки, лыжи, старая утварь и рыболовные снасти. Участник этого уголовного дела подумал, что среди ненужных вещей никто не обратит внимания на труп. 29-летний Максим почти закончил с приготовлениями к спонтанным похоронам, но был задержан на месте преступления. А началась история в конце марта. В квартире подозреваемого угощали долгожданного гостя. 39-летний рязанец Олег Мединов только что освободился из колонии и, прихватив пятилитровую бутылку спирта, отправился в гости к бывшему сокамернику. Теплый прием быстро перешел во взаимное оскорбление. Мужчина получил столько ударов, что через двое суток, так и не дождавшись квалифицированной помощи, скончался на диване. Тогда и началась работа по сокрытию улик и, главное, тело. Для этого он пытался обзвонить знакомых, но никто не согласился на это. Тогда, будучи человеком, который живет на первом этаже дома, имея как бы погреб, сделанный балкон и сделав стенку, фактически они сделали погреб. Вот в этом помещении, можно так сказать, погреба, он и выкопал яму. Лишнюю землю хозяин квартиры собирал в пакеты и ставил прямо в комнате, не обращая никакого внимания на другую свою пленницу, мать. Женщина нашла в себе смелость и возможность выставить в окно записку с просьбой о помощи. Так полицейские и узнали о случившемся. Мать она и была изначально в момент совершения преступления дома, но так как человек ранее судимый неоднократно, мать избивал, мать его боялась, поэтому он, когда пришел к нему друг, сказал ей, чтобы она сидела в комнате, то есть она не выходила. А так как труп, сначала живой, а потом уже труп четыре дня пролежал в квартире, в принципе, она физически не могла не увидеть. Самого Максима полицейские обнаружили в шкафу при попытке суицида. Мужчина пытался перерезать себе вены, но не успел нанести серьезных повреждений. Сейчас обвиняемый под арестом, идет следствие и уточняются все детали того вечера. Что характерно, и задержанные, и погибшие ранее были осуждены за угрозу убийством близким родственникам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слов подозреваемого, погибший собирался продать свой автомобиль, но неожиданно изменил условия сделки. Конфликт из-за суммы автомобиля продаваемого, то есть когда они приехали уже навстречу, погибший наш стал поднимать сумму. В тот же вечер поисками несостоявшегося покупателя занялись местные пользователи соцсетей. Искать начали сначала автомобиль жертвы, на котором скрылся таинственный подозреваемый. Через несколько часов машину обнаружили в одном из дворов, а вот водитель исчез. Поддельные документы и измененная внешность помогали беглецу все это время находиться в тени. К другим темам. Вынесен приговор 37-летнему Сергею Скоромникову, который был задержан в прошлом году сотрудниками наркоконтроля. Тогда оперативникам удалось пресечь поставку в областной центр рекордной партии синтетических наркотиков – около 20 килограммов. Колоритный гражданин задерживался неоднократно. В последний раз даже получил 6,5 лет лишения свободы условно. На кадрах оперативной съемки хорошо видно объемы ценного груза, который подозреваемый из Люберец перевозил в Рязань. А ты где взял? На спирту. А у кого? У незнакомого человека. Кому? А кому должен был отвезти? Никому. Себе? То есть это твой? Себе его брал? В салоне машины были обнаружены 20 серебристых упаковок, запаянных промышленным способом с кристаллическим веществом внутри. Исследование подтвердило, изъятое вещество является производным N-метилофедрона с высокой долей содержания активного компонента. О том, где забрать заказ, мужчина узнал из интернет-переписки и ждал дальнейших указаний от анонимного лица. Есть сведения, что наркотик предназначался для передачи нескольким преступным группам. Наркотик был изготовлен за рубежом и представлял собой так называемый реагент, который наркоторговцы обычно путем добавления примесей увеличивают в 10-20 раз. Таким образом, сотрудникам наркоконтроля удалось предотвратить распространение как минимум двух центнеров конечного продукта. Суд признал Сергея Скоромникова виновным в совершении перевозки наркотических средств в особо крупном размере. За это осужденному придется провести в колонии строгого режима 9 лет. Приговор вступил в законную силу. А это итог других операций в рамках профилактических мероприятий антинаркотического месячника в месте против наркотиков. Факты незаконного оборота синтетических средств были пресечены в Рязани, Ряжском и Рязанском районах. Не все пойманные с поличным могли дать внятное объяснение своему поступку. В машине оказались лампочки, энергетические средства, остатки этих средств и лампочек. Понятно. А ты сама давно употребляешь? Я попробовала три раза в месяц, восемь назад. То есть восемь месяцев назад ты начала употреблять? Ну да. А конкретно что употребляешь? Я просто курю через лампочку в эту скорость. Одна такая доза, по словам девушки, в среднем обходится примерно в тысячу рублей. Даже с учетом отсутствия постоянного заработка каждый наркоман находит способы купить еще. Несмотря на разные пути, которые привели задержанных к употреблению наркотиков, почти все они приобретают товар путем закладок. Самое большое количество марихуаны полицейские изъяли у 18-летнего жителя Ряжска. Молодой человек хранил в укромном месте объемный пакет с растительной смесью. Приседем две месяцы, пакетик там вот, крошки. Сегодня приедем? Да. Еженедельно оперативники находят нарколаборатории и целые ботанические сады, в которых бережно выращиваются вовсе не гладиолусы и пионы. Чем выше достижение подпольных агрономов, тем больше уголовный срок. Несколько лет прошло с момента убийства рязанского студента Александра Дудина, а точка в этом деле до сих пор не поставлена. Один из шести фигурантов получил реальный уголовный срок, другие попали под амнистию в честь 20-летия Конституции еще на стадии следствия. Третьи до сих пор меняют показания. В отношении двоих молодых людей возбуждены новые уголовные дела. Оба свидетеля дали признательные показания, свою вину признали, пояснив, что действительно хотели оказать помощь посудимому Кузину Павлу Сергеевичу. В настоящее время в московском СО расследование данных уголовных дел завершено. Уголовные дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Задачей ложных показаний фигурантам уголовных дел грозит штраф или принудительная работа, и меру наказания определит суд. За миг до смерти такие заголовки то и дело появляются в новостях всей планеты. Молодые, а иногда и не очень люди, на секунду забывают о реальности на крыше высоток, на берегу обрывов или на полной скорости в автомобиле. Ради одной, единственной и, увы, последней фотографии. Убитый током на станции Михайлов, 23-летний рязанец тоже забрался на вагон ради эффектного фото. Молодой человек слишком близко подошел к проводам и получил смертельный удар электрическим током. Как выяснилось, знакомый пытался отговорить погибшего от опасной затеи. Этот снимок был размещен в социальных сетях за 10 минут до трагедии. Что примечательно, Денис был примерным мужем и любящим отцом, сыну погибшего рязанца чуть больше года. Современные гаджеты и социальные сети сделали селфи необычайно популярным увлечением. Снимки на фоне водопадов или ломящихся от еды столов уже не актуальны. Миллионы людей лезут из кожи вон, чтобы удивить своих фолловеров по подписке. И чем экстремальнее фото, тем больше лайков оно собирает. Правда, есть серьезный побочный эффект, вероятность траурных речей и поминальных венков. В 2015-м погибших любителей селфи оказалось больше, чем жертв нападения акул. Неудачные автопортреты то и дело уносят людские жизни, но последователей меньше не становится. Дошло до того, что главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что москвичи, страдающие селфи-зависимостью, могут позвонить в службу психологической помощи. А питерские общественники предложили публиковать правила безопасного фотографирования на упаковках смартфонов и моноподов. Разумеется, нашлись и оппоненты, сравнившие смерть от селфи с возможностью, например, захлебнуться супом или случайно задохнуться, засунув орешки в нос. Вот только статистика показывает, что чаще причину смерти провоцируют все-таки не кривые руки, а пустые головы, в которых нет мысли о самосохранении или заботе о близких. В начале своего бизнеса хочется, чтобы все было правильно и красиво. Покупается самое современное оборудование, приглашаются длинноногие сотрудницы, создается самый функциональный сайт, ремонтируются офисы и так далее. В этой суете многие забывают о главном. Если нарушить закон, можно так и не насладиться удовольствием работать на себя. Сегодня в правовом поле поговорим о том, что нужно знать о предпринимательской деятельности. Какая деятельность является предпринимательской? Предпринимательской является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ и оказание услуг, осуществляемая самостоятельно и на свой страх и риск. Какие виды экономической деятельности контролируются государством путем лицензирования? Пассажирские перевозки, проведение азартных игр, производство и оборот оружия, алкоголя и наркотиков. Предпринимательская деятельность без регистрации и без лицензии признается незаконной и влечет за собой административное наказание в виде штрафа. В разряд уголовно наказуемых деяний незаконная предпринимательская деятельность попадает тогда, если в результате ее осуществления причинен крупный ущерб, либо извлечен доход в крупном размере, то есть в размере от полутора миллионов рублей. За что может быть назначено строгое наказание? Наиболее строгое наказание в виде лишения свободы до шести месяцев может быть назначено в случае, если незаконное предпринимательство совершено организованной группой, либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть от шести миллионов рублей. Какие виды деятельности квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса? Например, производство лекарственных средств без лицензии, а также незаконная деятельность по изготовлению и торговле алкоголем, наркотиком и оружием квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса, и за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на более длительные сроки. Показательный пример. В качестве недавнего примера можно привести приговор, в соответствии с которым в сентябре 2015 года Михайловский районный суд осудил директора общества с ограниченной ответственностью Всероссийское добровольно-пожарное общество. Данная организация выполняла платные услуги по монтажу и обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. При этом необходимая лицензия у организации отсутствовала. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. В нашу студию часто обращаются за самой разной помощью. Люди не знают, как бороться за соблюдение своих прав, что делать в случае ЧП, с чего начинать поиски потерявшегося родственника или как в одиночку справиться с бедой. Самое маленькое, что можем сделать мы, журналисты, это предоставить несколько минут эфира. На днях к нам в редакцию обратились родители одноклассников Миши Володина. Мальчик серьезно заболел, и с каждым днем ему все труднее бороться за свою жизнь. Сегодня маленький спортсмен, самбист и любящий брат не имеет возможности даже увидеть своих друзей и младших сестренок. Любая инфекция может нанести непоправимый вред. Еще недавно Миша был главным помощником после папы. Приговор врачей эмбриональная рапдомиосаркома прозвучал как гром среди ясного неба. Семья ребенка, подтверждают родители одноклассников, вложила в детей всю душу и сегодня просто не знает, как помочь своему малышу. Единственный шанс побороть болезнь – лечение в Израиле. Ребенок заболел рак рапдиосмиосаркома четвертой стадии. Мы, родители, готовы помочь, очень желаем и готовы помочь этой семье и собрать средства на лечение ребенка за границей. Для многодетной семьи 10 миллионов рублей сумма неподъемная. Счет идет на минуты. Если сейчас ребенок выдержал одну химиотерапию, если он сейчас выдерживает еще две, то мы срочно выезжаем, ну не мы, а родители выезжают с ним за границу для прохождения там лечения. Реквизиты расчетного счета можно уточнить в нашей редакции по телефонам 720020 и 720021. Каждая внесенная сумма приближает мальчика к выздоровлению. Мы не стали перегружать этот сюжет номерами кредитных карт и телефонов. Если вы захотите лично связаться с родителями Миши Володина, обращайтесь в нашу редакцию, мы дадим все координаты. Проверить номер счета можно и на нашем сайте город62.tv. Программа «Вызов принят» эфир от 21 апреля. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин